Я сейчас опросил ребят, которые пришли на дело Цкаева, которого в свое время сотрудники полиции забили и замучили до смерти. И сегодня к этому суду пришло много ребят. И я вот опросил их, почему они посчитали нужным прийти на этот суд и попросил их поделиться своими мыслями, что они думают. Смотрим. Перед своим появлением здесь я хотел поддержать супругу Владимира Цкаева, всю его семью. Кто-то сделал это с человеком, кто-то должен за это ответить. Я надеюсь, что правда восторжествует и виновные будут наказаны. Я пришел поддержать, прежде всего, семью Цкаева. Показать свою активную гражданскую позицию, показать, чтобы люди в Осетии держались вместе. Я думаю, даже наш эпизод с Салбеговым показал, что единство народа, оно что-то решает в этой республике. Я знаком с этим бесчинством и произволом исполнительных и судебных органов. И прошу проявить людей Осетии активную гражданскую позицию в прямом смысле этого слова. Будет рядом здесь с женой убитого Владимира Цкаева. Аджимурат, почему ты посчитал нужным прийти на это судебное заседание? Ну, во-первых, хочу, чтобы справедливость восстанавливала, потому что уже около двух лет идет, может быть, около трех лет даже идет вот этот процесс и ни к чему не придут. Хочется, чтобы была справедливость, чтобы те, кто причастны, я еще раз повторю, унесли ответственность за содеянное. Потому что очень много вопросов, а вопросов больше, чем ответов. Поэтому я сегодня пришел и хочу и поддержать и семью, и кто вообще неравнодушен к этому делу. Завр, почему ты посчитал нужным прийти на это судебное заседание? На самом деле я не хотел ходить на процесс по делу Цкаева. Ну, какое-то внутреннее у меня отторжение было. Я давно не ходил вообще в принципе на судебные процессы. А вот сюда, ну, как-то меня коробило, не хотелось мне сюда идти. Но в итоге меня попросил Вадим Токсаратов. Я как-то после долгих раздумий, я раздумывал, ну, часа три-четыре, наверное. И решил все-таки пойти просто, чтобы своими глазами посмотреть, что здесь происходит. На самом деле то, что я здесь увидел, это гораздо мощнее того, что я даже себе предполагал. Потому что люди, которые здесь собрались, это видно. Я даже не про родственников Цкаева говорил, я говорю про людей, которые условно говоря, условно посторонние, да. Потому что в таком деле посторонних быть не может. Каждый из нас какое-то отношение к этому имеет. Это как вот в Ислане, может быть, не совсем уместное сравнение, когда там люди друг друга даже не спрашивают, кто там, как доводишься. Просто это общая трагедия, которая касается всех. И вот я сюда пришел, то, что я здесь увидел, это меня, честно сказать, порадовало. Потому что я увидел людей, которым не безразлично то, что происходит, которые действительно переживают и которые хотят что-то изменить, чтобы подобных дел не было. Да, действительно, повод, который стал катализатором к этому, он очень плохой, очень трагичный, очень грустный. Но то, что люди думают над этим, то, что люди переживаются, переживают и хотят что-то поменять, это, вот это мне нравится. Так что, поэтому я связал. Давид, почему ты посчитал нужным прийти на это заседание? Потому что сейчас на дворе 2019 год, мы говорим о каком-то суперскоростном интернете и полетах на Марс, а у нас вот такое происходит, когда могут человека совершенно здорового забрать из дома. Поэтому это, по большому счету, могу быть и я, и вы, те, кто смотрит это видео. А потом люди могут, грубо говоря, отскочить по делу, даже никак не связанному с убийством. И от таких вещей волосы стоит бибом. Разговоров много о гражданском обществе, но никакого гражданского общества не будет, пока мы вот так вот мимо ушей будем пропускать чужую беду. Чужой беды не бывает. Такие, может быть, популистские слова. Поэтому нам как-то надо всем объединиться, не для того, чтобы какую-то лодку раскачивать, как сейчас многие пытаются такие поднести, а для того, чтобы себя и свои семьи обезопасить в будущем. Борис, скажи мне, почему ты посчитал нужным прийти на это судебное заседание? Ну, я считаю, ни один из граждан нашей республики, нашего народа, не должен оставаться в стороне, потому что это могло случиться с любым из нас, со мной, с тобой, и это могло коснуться любого. И я считаю, что человек, имеющий гражданскую позицию, должен давать огласки подобные случаи, чтобы пресекать в дальнейшем их появление. Это далеко не первый прецедент. Это уже сколько лет происходит, и когда-то же надо этому конец поставить. Зада, скажи, почему ты посчитал нужным прийти на это судебное заседание? Потому что я думаю, что эта беда, которая произошла у Синицкаева, она напрямую затрагивает цену каждого человека. Эта беда может прийти в любой дом. Это уже система, это уже дефект системы, под журнала, которым он может попасть абсолютно. Каждый человек, который, ну, так или иначе, мы будем представителем определенных структур. Слан, скажи, почему ты посчитал нужным прийти на это судебное заседание? Ну, не знаю, прежде всего, наверное, мы двигало то понимание, что это не проблема конкретно семьи Цкаевых или какой-то отдельной группы лиц. Это общая проблема. Несправедливость в той или иной степени. Каждый из нас, житель Осетии, сталкивался. И по мере того, как время идет, с этой несправедливостью в адрес обычного народа становится все больше и больше. Я считаю, я не знаю, что будет завтра, но я уверен в одном, что если мы будем сидеть по своим домам и руководствоваться таким принципом, лишь бы не было войны, то мы ни к чему не придем. И самое бесполезное дело в этой жизни – тихо сидеть и про себя надеяться на лучшее. Так мы точно ни к чему никогда не придем. Я имею в виду в плане хорошего. Мы все здесь собрались сегодня, чтобы поддержать семью Цкаева, которого замучили в отделе полиции Ирестунского отдела. И вот очень много людей собралось, поддержки очень много. И как бы меня это тоже лично касается. Поэтому… Я начал... ...самон... ...самонивает... ...самонивая, что я пойду... ...самон вы не знаете. Я не знаю. В начале года у нас... ...самон... ...самон, в кробовке... Я хочу, чтобы я был в этом году, чтобы я был в этом году. Но я был в суде, и я не мог бы остановиться. Скажи, почему ты считал нужным прийти на это судебное заседание? Во-первых, потому что я гражданин этой страны. Я житель этой республики. Во-первых, я осетин. Это дело для меня, как и для многих личное. У меня тоже есть старший брат. У меня тоже есть много родственников, друзей, близких, которые прошли через вот этот произвол. Единственное, в чем нам всем повезло, это то, что наши близкие остались живы. Это, мне кажется, дело каждого человека, даже долг каждого человека, гражданина. Потому что эта беда может постучаться в каждый дом, абсолютно, абсолютно в каждый дом. В Штырнахаш заявили, что они приедут, посмотрят. Глава Штырнахаша заявил, что он приедет поддержать. Я приехал, его здесь нет. Ребята подходят, спрашивают, они его тоже не видели. А хотелось бы ребятами задать вопрос к высшему совету осетин. Вы придумали тархон, вы придумали коды. Вот общественного порицания мы так и не увидели. Ни за электроцинк, ни за смерть нашего брата Цкаева. Когда старшие должны были выйти и сказать, что это неправильно, сказать, что это нужно как-то наказать хотя бы. Вот если они пытаются возродить древние осетинские обычаи, то мне кажется, это самый хороший повод для этого. Именно для них. Для нас плохой, но для них хороший. Объявить коды этим людям, где этот тархон, который должен был быть. То есть по большому счету сегодня, зачем я пришел, я скажу еще, посмотреть в глаза и посмотреть на этих людей. Потому что завтра я как осетин окажусь с ними за одним столом. Он будет сидеть напротив меня, поднимать, надеюсь, пиво и молиться Всевышнему. Вот я не хотел бы за одним столом, за осетинским, сидеть с такими людьми. Поэтому мы попросили все лица этих людей, которые совершили убийство нашего брата. Показать их лица, выставить в интернет и попросить высший совет осетин в действии показать то, что они там придумывают, сидят. Общественное порицание, коды и так далее. Продолжение следует...